Доброе утро, Бокертов. Этот материал для изучающих иврит на среднем уровне. Моя практика показывает, что многие затрудняются с определением лица глагола, который в сочетании со словом ми. Ми в переводе с иврита на русский язык – это кто. Я приведу пример. Нам нужно сказать, кто звонил. И звонил, то ли это я звонил, то ли ты звонил, то ли он звонил. Нам непонятно, как перевести этот глагол на иврит, какое лицо выбрать – я, ты или он. Мы сейчас со всем разберемся. Этот материал выходит при поддержке спонсора Ирины К. Большое спасибо Ирине за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Итак, сначала мы сравним русский язык с ивритом. Поймем, как это работает в русском языке и перенесем все на иврит. Все окажется очень просто, точно так же. Только в русском языке нам удобно ощутить это в будущем времени. Давайте спросим, кто позвонит. Кто позвонит? И обратите внимание, я спрашиваю, кто позвонит. И это как будто бы он условно. Я не говорю, кто позвоню, как будто бы я. Я не говорю, кто позвонишь. Я говорю, кто позвонит. То есть в русском языке, когда абстрактно «кто» – это он. И точно так же в иврите. Во всех временах это сработает. Когда «кто» – это условно. Глагол здесь должен быть. «Он». Я приведу и более сложный пример в конце этого материала. Я заранее предупреждаю. Итак, давайте сравним в предложениях. Кто звонил? И кто – это условно «он». На иврите будет «ми-ид-ка-шер». Кто пришел? Кто условно «он» – «ми-ба». Кто взял ключ? «Ми-ла-ках» – это «мофтеах». Здесь «лаках» условно «он» взял. Получилось «ми-ла-ках» – это «мофтеах». Все просто. Теперь бывают ситуации, когда… Я сейчас условно скажу для формалистов. Когда хотят подчеркнуть, например, в женском коллективе или в школе для девочек. В ответе мы точно знаем, что речь идет о девочке, о женщине. И мы это хотим подчеркнуть. И вот в этой ситуации «кто» будет в сочетании с глаголом «она» в третьем лице в форме женского рода. Например, я хочу спросить «кто звонила?». Я точно знаю, что звонила девочка или женщина. Я спрашиваю «кто звонила?». И на иврите тогда будет «ми-ит-ка-ш-ра». То есть я могу спросить «ми-ит-ка-ш-э-р» абстрактно «кто звонил?». Или кто-то захочет подчеркнуть, что ему точно понятно, что это девочка-женщина «ми-ит-ка-ш-ра». «Кто звонила?». Или «кто пришла?». Например, мы знаем, что это девочка или женщина. Тогда на иврите можно спросить «ми-ба-а». Я здесь подчеркиваю слово «можно». То есть это не «нужно», а «можно». Мы можем спросить «кто пришел?» абстрактно, в форме мужского рода. Или при подчеркивании, что это девочка-женщина «кто пришла?». «Кто взяла ключ?». «Ми-ла-к-ха-э-т-а-моф-те-ах». «Кто взяла ключ?». Дословно мы подчеркиваем здесь, что нам понятно, что это девочка или женщина взяла ключ. Я очень надеюсь, что это было не сложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.